собрались внизу мои враги это там лопатинка века шелучку денис он мой подопечный я всегда подбираю там подрастающую молодежь я сауля дублюсь и дублюсь наша кухня сегодня изменилась у нас было так четыре поверхности расставлено в разных местах очерчены желтой черной лентой да значит нельзя выходить но тут понятно наверное блондинке не за николая да вот это пугает главного моего героя нет думаю все бросил меня забыл от этого да на голову метал смотреть но когда нет одного судьи как-то не по себе как-то все очень плохо с очень нехорошо очень негативно николая срочные дела появились он сказал что поехал на хоккейный матч так так да мы тоже честно говоря были удивлены и хоккейный матч мы живем в киеве ки хоккей и вообще о чем речь может подумала мужики знаю сам хоккей на траве там все шесть ну я ж не знаю там звезд свои причуды может там действительно знаю что какие-то там дела и тут нам рассказать ну сегодня вот у вас есть четыре страве открываются баранчики значит поехали перед вами классичные европейские стравы а зиком из вас будет готовить страву навпроти якой стоит жения клопа жения клопотенко у вас он карот кейк марковный торт с ананасами и с кремом на основе сливок и филадельфии я думаю ну в принципе ничего сложного юлия юлю вам выпала классично лазанья болоньезы я представляю запах такой италии семью собрали все разрезали по кусочку взяли я у меня это десерт он классичный штрудель с морозовым трудом я жила в австрии и для меня штрудель это австрийская кофейня кофе ты ешь трудель смотришь ходят туристы и и перед вами виктория традиционная грецкая мусака классика грега я очень люблю грецы особенно я люблю крит поэтому мусак для меня сразу море гостеприимный хозяин ресторана который выносит мусаку которая вся пахнет греции все вроде бы как понятные блюда всем известны ничего сложного а не тут то было кому уставить увагу что сегодня наша кухня и у справжнем ресторане розделена на цехи и кожен из вас будет отвечать и лишь за один из них 1 1 1 месте все чистится например если морковка и нужно было почистить кто-то будет стоять за плитой и всем варить жарить все что нужно делать тот кто будет работать на кухонных машинах всем делает тесто забьет кремлет который нужно будет сделать фарш ну и так далее и самое интересное тот кто будет работать за духовкой сможет собирать все подготовленные ингредиенты и запекать презентацию мы каждый делаем сам то есть мы собираем все наши компоненты воедино и делаем презентации каждый будет отвечать за свое блюдо кода для того чтобы вдало приготувать из травы способны вам доведеться не лише добре справляться на своем у процессе вендар кунта муча тэнс а и ретельно следкувать за тем как готуют ваши коллеги для вас то есть сложность заключалась в том что как бы что они зависели друг от друга кто-то будет что-то делать за тебя и что-то кому-то будешь делать ты и много решают личные отношения капец ну представляете что это такое отходить с места будет запрещено это было понятно было только два вопроса как мы будем это все передавать между собой например я почищу морковку как я буду передать буду бросать ее это как что-то происходит ну она подамнеть условия конкурса где николай и тут мы слышим ты 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 ой хоккей приехал к нам ролики 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 откроются двери и является он о боже о боже твою дивизию а принц хоккеист мой ой крутяк конечно красавец мужчина глаз не отвезти еще евро стояла на улаконе думаю вот какой у меня герой дня боже какой огромный и он показался еще больше в два раза потому что там щитки вот эти же плечи ровным с клюшка сек полу как положено за такой вот шайбой да вот такая вот такая шайба вот такая вам кстати идет николай он смею заметить ему безумно идет эта форма но он был на ролика а куда вы да там все 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 лучше хоккеиста не найти берите меня я хорошо катаюсь а я вообще для того чтобы экономить там бензин и загрязнять воздух я вообще в европе езжу на роликах вектор привет только трусы не играют хоккей о да я думаю блин хоккей 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 сегодня будет хоккей и помахаться можно на хоккей не ну естественно с таким видом спорта как хоккей безусловно я знаю я знаю что такое клюшка я знаю что такое шайба я знаю что такое булиты я все это знаю ну играть в хоккей никогда не играл потому что я на льду я коровы я коровы катаюсь когда я жила в вене есть венская любительская лига и я всех поддерживаю спортсменов и наши друзья они как бы организаторы этой хоккейной лиги конечно я безумно люблю хоккей перед вами тот самый предмет с помощью которого вы будете передавать девайсы продукты друг другу окей мы будем передавать эту шайбу все равно как мы будем передавать причем для каждого не поняла клюшки и подает нам каждого по одной клюшки виктория рыжая везет на всякие причандалы на вот такие то лыжи то клюшки все короче ну прямо зимние виды спорта денис вас бы я точно на ворота поставил никакая шайба не пройдет юля держите баба с веслом ну и женя прикольно обидви комори сьогодні будуть зачинені усі продукты такухонне обладнання в довільному порядку розміщене по процесах на кожній поверхонь ви знайдете всього по трішки ми дали вам на работу один час то есть все на самом деле должно быть как в настоящем хоккейе чисто складні процессы тут только надо было полагаться друг на друга доверять друг другу контролировать друг другу мне очень было интересно как же эти друзяки будут коммуницировать итак женя да готов здесь принимать пас готовы да николай дает пасхалопотенков время шло ну и началось дэн 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 забирай мясо давай сотейники передавай шелутько окей так будет быстрее у кого сахар толкай толкай у кого сахар чтоб вы понимали вот о кастрюли сотейники допустим у меня у вики там все ингредиенты на мой там допустим не все ингредиенты пускай там на мой штурвитель половина ингредиентов у вики половина ингредиентов у лопатенко у юли там ножницы и ложка в которой мне надо мороженое подавать и плюс у нее там масло гамнясное короче ингредиенты у всех разные да это сотейники у кого сотейники сотейники у Дениса все Денис ставь сотейники на шайбу давайте быстрее передавай передавай Вика 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 Вика, Вика! И вот это все, мы постоянно должны были катать друг друга. Потому что у того то, у того то, у того все. Передавай! Подожди! У меня яйца, мука, сахар. Что тебе надо? Давай, придавай! У тебя есть мука или нет? Мне надо больше, что надо. То есть мы постоянно колоцик шайб трусилися. Что кому передать, что куда, кто что забыл, понимаешь? Вика, передай мне шайбу. Первые 15 минут понятно, что это был хаос. Пока они разобрались, кому какие продукты надо передать, кому какую посуду. Помидоры, все за один раз! Чтобы я стал начал работать! Тут Вика раскладывала в эту нашу шайбу кучу предметов и такая толкает. Давай! Лови! Давай до клопа, быстро! Одеваю маску, и тут бросает мне эту шайбу, она такая, не умол, я хоп, поймал ее, эта клюшка, думаю, ничего себе, как в настоящем хоккее. У меня распушивач для Жени. Сейчас он выставит и передаст шайбу. Я сейчас передам тебе. Мы попередавали продукты, вроде как, распределили девайсы и понеслась работа. Яблоки, смешай мне! Шайбу давай! Слушай, а почему вы не жарите яблоки, уродки, блин? Что делаем эти яблоки? Яблоки смешай мне! А я что делаю? Твоя левизон орет, давай их жарь нахрен! О, боги! Сегодня балкон сошел с ума. Сегодня балкон орал так, что мы между собой мы не могли услышать друг друга. Денис! Да шоу мы не делим! Давай, давай, забивай, забивай! Реально, как на трибунах. Вика, Вика! А чем она поднимала? Тихо, я не слышу, хлопотенька! Да молчите, я спрошу! Конечно, я понимаю, что им сверху видно, и они там хотят нам как-то помочь. Деня, лови, давай, ложи венчик! А, б***ь, тебе ножик нужен, ножик дай! Да, Денис, ты не можешь нарезать, ты ж не одупляешься! А кому достойно? Хлопотенька! Хорошо, давай! Ну, что вы тупитесь! Да, б***ь, передавай сюда, ну! Главное было не запутаться, кто что может делать за своей рабочей поверхностью. Вика, дай ножик! Да ну как же! Я не могу же Лучко сделать тесто, дай ножик! Я должна бросить тебе, Сейчас шайба будет! Подожди! Лучко, быстрее! Денис, ты не режешь, режет Вита! Ты должен его раскатать, передать, а потом она с Шелучко! Ну вы что, до сих пор не врубились? Я начала понимать, что Денис ответственный за тесто, за фарш и за крем, если надо взбить, допустим, сливки. Шелучко! Ты можешь только на плите работать, ты понимаешь? Ты не можешь делать сама свои проценты. Ты не можешь, ты только на плиту ставишь! Ты должна отдать Денису! Хоть бы плиту включила! Он должен тебе все сделать! Включи плиту! Ты должна отдать все Денису, он должен тебе все сделать, а ты только там должна... Ты только ставишь на плиту! Хорошо! Вы мешаете все! Пожалуйста, иди в жопу! Я сразу сорієнтовалась, поняла, что мне, короче, надо всем жарить, варить. Короче, на такой вот этап подготовки. Кому? Фарш у тебя, что вы делаете? Тебе надо нарезать мясо, чтобы он его в мясорубку мог засунуть. Клопотенко ответственный за овоща, за нарезку. Дэн, возьми мясо, Дэн! Вика, смешайте зрань и яблоко! Вика ответственная должна все формировать и выпекать. Вита, вы поняли, че нет? Да, я духовка! Вот в этот момент я уже начала понимать хоть кто что должен делать. Сахар, дайте кто-то! Да сейчас отдадим! Вика, Вика, ребята, слушай меня! Сейчас ты передаешь, у меня первый процесс, а потом у вас остальное. Давайте! Вика! Я был сегодня Женя, руки ножницы, там есть Эдвард, руки ножницы такой кучерявый, сумасшедший, а я был сегодня Женя, руки клюшки, у меня было такuh-г eux-ге-ге! Только вместо клюшек у меня были ножи, я такuh-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г... Яблоки, ты резешь? Я все успею! Я все успею! Вот типа нарезал, 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 нарезал! Вау-вау-вау-вау-вау! Я крутой, понравился. Он как-то собрался, и он понимал, даже если кто-то ему кричал, что давай быстрее, он понимал по процессам, что надо сделать первее. Давай, нарезай! Женя, там нормально надо, чтобы у меня такой высоты было. Мало? Хватит! Базилик! Быстрее! И картофель! Я все делаю, тихо! Я подумал так, что дольше всего будет готовиться мусака. Мусака это было у Вики. Значит, баклажаны, картошку нужно было максимально быстро почистить. Лук наращу, помидоры! Лук наращу! А помидоры вам нужны! Помидоры в Вологде! Да, помидор надо! Все сделал, отдал. Денис, это у тебя что? Это бисквитное тесто для Копутенко! Готовый уже! Смотрю, Денис уже тем временем сделал мне бисквит. Он бог бисквитов, да? Бисквит-мен! Кто, что тебе нарядит бисквит вот такой вот, как для себя? Он не будет, Денис, он не будет никого подставлять. Он не такой человек, он очень добрый. У него, мне кажется, даже в мыслях не было, да? А у Шелучко была, и я отвечаю, была эта мысль. А Шелучко надо съесть-то тоже, да? Саша, подожди, прошу тебя! Денис! 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 Послушайте меня, прошу! Я уже так орала, чтобы он мне сделал то тесто, что я думала, что я просто огоньку там просто порву. Мне кажется, меня чули, не знаю, там в соседнем селе просто. Ну! Ты будешь собі раскатывать тесто! Денис! Забанно ты! Ты собі раскатываешь, и мені зробишь таких п'ять лінних пластов! «Аплотно, он мне сделал хорошее тесто, я бачу, идолейка воно, он меня его раскатывал, оно красивое, вино гонатянув». Ребята давайте что жарить, что кому жарить? А фарш, ты два фарша пожарила? Два фарша пожарила? Ты должна была пожарить два фарша, и все. Два кого? Фарш, фарш, ты жарила? Вика, что это говорит? Вика, да, слушай, Вика. Фарш. Тут мне подошел фарш. Фарш кому? Тебе? Подошел фарш, это фарш был нам, мне и Вике, на нашу страву. Юля, два отдельных фарша делать. Она разделяет этот фарш на две части, да? Себе делает там более-менее нормальный. А сестре, на тебе, боже, шаманин и гоже. Она положила сначала мясо на холодную сковородку, сверху высыпала лук, сверху завалила это все мясом. И полила маслом. И пока сковородка греется, представляете, овощи это все в себя впитывают, этот весь жир. А желудок рыжего сливает. Не хотела бы слить, сделала бы нормальный, как себе. Болоньес рыжий, как себе бы сделала. Подружка, я бы так никогда не поступила. Ну и рыжая, Лена, и овощи твои сестра также жарилась на холодной сковородке. Губата, подруга дней моих суровых, старушка дряхлая моя. Люблю ее. Люблю. Юля, поставь на шайбу фарш. И Вика, такое ощущение, что она не видит это. Она начинает наряжать свою мусаку вот этим дерьмом. Я поддала, зачем мне эта шайба, я в голову шурнула, говорю, дура переделаю. Я бы так бы сказала. И сотрю тут у Вики, начинается у Вики сырой период. Сформируй свою мусаку, будет сырая картошка. Картошка. Затыкались. Мне хотелось, чтобы Вика быстрее поставила мусаку в духовку. Потому что, если на лазанью хватит 10 минут, то мусака должна стоять минут 20 по-любому. Дядя, шайбу передай, быстрее. Вита, сформируй свою мусаку. Ну и понеслась Денискин штруделя. Вика, быстрее ставь ему штруделя. Да ну подожди, б***ь. И она там понесла эти бисквиты. Это штруделя Дениса, начинается там этот орк. Денис, тебе твой штруделя вообще нужен? Придурочный, смотри за своим штруделем. Больше не нужно ничего делать. Просто контроль, контроль, контроль. Я в тапов тебя сейчас скину. Аппаратура, что ему не надо? Тут Левинзон орет. Короче, начинаем мы формировать этот штрудел. Посмотри, один слой. Да. Нет. И я-то говорю, по-моему. Нет. Нет. Левинзон кричит, ты не так делаешь. Вика, не так делаешь. Зачем ты в два? Ну, Вика хотела два слоя замотать штрудел. А Левинзон говорит, нет, в один, никто в два не делает. Слушайте меня. Крутить, не крутить. Я крутила вообще. О, Боже. Да еще слой один. И мы с Ашмелем, который есть мой ученик, вместе говорим, ну, просто прокати. Возьми тесто, разложи яблоки и закати. Для чего дают полотенце? Чтобы ты штрудел закрутил ровненько, да? Да в два слоя надо было. Даже три. Конечно. Для чего полотенце, Наташа, дает? Чтобы ты его закрутил. А что полотенце? Потому что это сливает. Ну, скажи. Нужно, Наташа, много слоев должно быть. Я говорю, не учите меня жить, оставьте меня в покое. Я говорю, один там достаточно будет. Ну, лучше один и готовый, чем три и сырое, понимаешь? Объясни мне тогда, зачем полотенце? Я говорю, это же надо было, как, говорю, толсто залбал Левензуа, что она тупо ему неправильно подсказывает. Почему полотенцем? Ну, пожалуйста, не сломай черенита. Почему полотенцем? Там может и десять быть слоев. Ты тоже, Наташа, сливает тупо. Вы что, штрусель делать не умеете, дебилы? Я, лично я, люблю, когда штрусель закручен в один раз. Я не люблю его в десять слоев. Слой, он сказал, один должен быть. Да, да, Зайка, один, только один слой. Хорошо, пускай будет. Не вздумай на штрусель делать много слоев. Быстрее в Одессу уедешь. Я понимала, что у него тупо пирог. Не ставь тупо! Вито, Вито, протыкай! Вито, протыкай! Натрезы сделай на нем! Аккуратные! Вика, ставь, ставь! Да не надо! Не надо! Протыкай, протыкай! Денис, командуй ты, блин! Денис, командуй ты! Я не могу! Ты одно говоришь! Балкон совсем другое! Вы что, гоните? Все сделала. Завернула так, как сказал Дениска, со своей группой поддержки. Помазали как ногами, значит, впихнули в духовку. Ну и на этом, знаешь, думаю, спасибо, хоть это. Хоть что-то она сделала. И сливки, сливки, передайте сливки! Денис перфекционист, и он хочет, чтобы было так, типа, все, идеально, 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 идеально. И поэтому они ругались. Я не перфекционист, поэтому я говорю, Вика, залей, говорю, бисквит и вырежет два кольца. Она так и сделала. Все. Очень аккуратно, я прошу вас. Ну, в таком вот ритме, да, с вот этими всеми перипетиями, как-то все вроде приготовилось, да, и я раздала всем их блюда, чтобы они начали презентацию. Участники, внимание, осталось пять минут. Вита, готово это? Готово. Сейчас остынет и сниму. После этого я делаю так. Я выключаю все звуки всех людей. Балкон, судей, камеры. Я, типа, ухожу такое, как в матрице. В свой мир. Сегодня троем уйдет, Клопотенко ты остаешься. Походу, все трое дома уйдут. Выкладываю кольцо на тарелку. Выкладываю этот бисквит в кольце. Аккуратно выравниваю, достаю я это кольцо. И такой. У тебя красиво, у тебя красиво, Клоп. Супер. Твою мать, это же красиво. Думаю, ну неужели? Ну не факт, что ты останешься. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Время. Стоп. Фу, боже мой, боже, слава богу. Выходим мы на вердикты. Я смотрю я на все блюда. Понимаю, что у Вики отследилось масло. У Шелучко верхний кусок, слой лазаньи суховат. У Дениса Штрудель, ну, типа, норм. Ну, такое, типа, непонятно шо. Первым зовут Клопатенко, у него идеалочка. Вообще безумный такой торт этот морковный получился, ну, оригинал. Подходит Николай, пробует мое блюдо. Попробую крем. Воздушный, приятный. Говорит, что в принципе все ок, что бисквит не пригорел, что все нормально. Ваш морквяный пирог вийшел майже идентичный оригиналу. На балкон, спасибо. Белый фарт в душу одел, побежал на балкон. И, как обычно, когда заканчиваются какие-то футбольные матчи, или когда заканчиваются хоккейные матчи, я бежал, и в конце такой... Титры. Виктория, пожалуйста. И тут я зателепалась, потому что следующая шла Вика. Ого, как-то начинает ей качать. Почему так много жира на тарелке? Ваша мусака майже потонула в нем? А почему масло? Из-за фаршика. А кто жарил? Подружка. В смысле фарш? Я работала такой самый фаршик для себя, просто не докладала туда помидоры. Честно говоря, не могу точно ответить вам на этот вопрос. Ой, как она сегодня так красиво слила. Ну, прям по красоте. Картофель, сыра бата. Юля мне обжарила с двух сторон еще и баклажаны, и картофель. Меня не поймал. Может, и имеет тот факт, что Юля не дожарила специально овоща. Я это, ну, даже не исключаю. Вика, к вашему блюду есть очень много замечаний. Я сразу запорожевала, потому что Вику вернула. Идет шелудько. Идет со своей этой лазаньей. Знаете, на первый взгляд кажется, что она суховата. Я думала, все. Думаю, наконец-то шелудько пойдет домой. Ну, вот я сейчас ее разрезала, и вижу, что там довольно-таки много фарша. Хорошее соотношение теста и фарша. По специям фарш тоже мне нравится. Себе-то она умела пожарить нормально фарш. Ну, то есть рыжая мы не умеем пожарить фарш. Подружки. А себе нормально умеем пожарить. Классно, да? Но сутро, Синистер, сьогодни мы замовляли классичную лазанью болоньезе. И вы выполнили идеально наше замовлення. Вкусно, я даю тебе фарш. Спасибо. Дуже дякую. Поздравляю. Мне, например, мурашки такие по коже пішли. Я просто полетела на балкон. Ребята, в любом випадку, в десятке я уже точно. Я расстроился. Я думал, что она же не поедет домой. Никто меня не похлопал. Так и одна моя Леночка меня похлопала. Знаешь, слабых поддерживают, да? Сильных ненавидят. Даже для толстеньких. Штрудель – один з моих улюблених десертів. И мне подобается он в классическом выполнении. Это когда тесто обгортается двумя шарами, а то и больше. А у вас, на жаль, я бачу лише один. Ну, что ему сделать? Ну, не знаю. Поворачиваю голову до Левинзона. И, естественно, Левинзон бледная просто. Она понимает, что она Денису насоветовала. Чепухи. Начинка не дуже приємна на смак. Занадто салатка. Сказали, что яблоки крупные. Ну, яблоки крупные, возможно, я нарезал. Я, типа, даже не буду спорить с этим. Но ты же видел, какие яблоки тебе принесли? Если ты скажи, Женя, нарежешь помельче, правильно? Нет? Ну, да? Нет? Мне кажется, что да. Денис, ну, мы же просили работы перепроверять. Особенно ваших коллег. Потому что это коллективная игра. К вашему блюду у нас очень много замечаний по процессам. Поэтому берите ваше творение и возвращайтесь на свое место. Все. Черные выходите без блюд. Балкон спускается. Денис, Виктория. Китис, снимайте ваши фартухи. Денька, сейчас я так чувствую, что мы возьмемся с тобой за руки и выйдем через дверь. Денис, вы часто потрапляли на битву чорных фартухов, и щоразу вами опікувался ваш ангел-охоронец. Сегодня он, очевидно, заснул. Адже вы разогубились. Не смогли не те, что и других контролювать, но и властей нервы. И через что ваша страва имеет неприпустимую количество помилок. Поэтому, Денисе, мне очень шкода. Но это ваша остальная битва чорных фартухов. Мы должны с вами попрощаться. Ну, конечно, ну, обидно. Наташа не расстроилась, я же не умираю. Ну, конечно, я расстроилась. Как я могла не расстроиться, как бы, знаешь? Если я с этим человеком, сколько мы на проекте, столько, знаешь, я вожусь с Дениской. Была его так, как мама ему, он так хорошо с ней попрощался. Встретимся в Одессе. Я не думаю, что мы с ней закончим общаться после этого, тем более мы в Одессе живем в Одессе, мы друг от друга. Спасибо. Спасибо. И прослезилась, думаю, ну, знаешь, уже как бы, ну, не могу, ну, что я могу сделать, знаешь? Уже как-то и привыкла, и как-то, знаешь, ну... Я волнуюсь, во мне бурлит такое чувство, как у тети Фили, когда дядя Степа потерял деньги, зарплату всю свою. Папа кричал, что я сдохну с голоду, что я ничего не стою. Ну, во-первых, я сюда пришел, чтобы сказать, что я что-то стою, а во-вторых, ну, как видите, я не сдох с голоду, я только от него пухну. Я говорю... да. Чего же вы мне делаете такие нервы, а? На подъем! Агентару лет! Они еще не знают, что такое ураган по имени Одесса. Они скоро это увидят. Ух! Без Денески никуда, Денеска с этими габаритами, там он полкухни разнесет. А я умру, но не сегодня. Мне, если надо, у меня пропеллер, что пиво растает такой, что я облечу полземленного шара. Синие булки! Молошуйте за команду красных! Синие фуфло! Лена! Да ну не ори, да я тебя толстый, я тебя люблю! Не волнуйся, молчи! Замолчи на пять секунд! Что это? Я сейчас устрою картибалет! Лаванда, горная лаванда... Лаванда! Лаванда! Вы такой забавный! Стой! Стой, падла! Стой! Стой, куда собрался! Алло! Оно еды, не ты, мне руки теперь чешут. Наверное, не подходи тогда ко мне. Денис настолько под Наташиной опекой, мы их называем мамой, а ребеночем, да? Ааа! Денис! Давай, ты перегинайся, я тебя держу. Давай! О! Волосатый Денис, короче, это жесть! У тебя спина треснула! Я ж люблю эту старую коргу. Молодец! Наверное, самое главное, что я здесь научился, это готовить при любых обстоятельствах. Моё плач! Ты едешь додому... Закрой свой хлебальник уже! Да! Я его люблю подкалывать, он когда подкалывает, он потеет, так знаешь. А вон ферсики растут! Где? Где растут? Вон, где? Ну, еще нарвешь! Дай сюда! Ну, еще нарвешь, Толстый! Пошло! Ну, еще нарвешь! Мне действительно жалко, что ушел Денис. Он, знаете, что, он слушал все, что ты ему говоришь, да? Да крышкой закрой! И я. Я его учила там, Денис, вытирай, пожалуйста, лобик, мой ручки. Он начал прислушиваться, что он перестал огрызаться, он вырос. Ваши обидві стравы краще сьогодний. Платус! Спасибо! Спасибо! Так все получится, ты умничка. Ты давай, Толстый, удачи тебе! Вот, стою я перед судьями, понимаешь, что нас осталось десятка. Виктория. Есть надежда, что все-таки я не уйду и буду десятым сейчас участником. Сьогодні на кухне было по надміру ваших истерик. А на тарелце занадто багато недолеков. Тому за таке недбало виконання звичайнісенької мусаки я не можу повернути вам білий фартух. Это всегда тяжело, это очень больно. Больше мамы в веке. Дубовика, ну и ваше время тоже пришло, я почухай ногу об дорогу. Наше тріо распалося, друг друга так підтримували. Ми так класно вместе смотрелись, знаешь, вдвоєм. Я не представляю вообще, як так, як дальше буде, я не знаю. Все, молодец швидко, как бы слила младшую. Пусть старшую сейчас следующую сольет, і вообще дело сделано, знаешь. Молодец. Лена, для мене ти пример, і я верю, що ти виграєш. Держись. Покійно. Пусть не договорились не плакати. Уж с разрыдом не скажу. Рижа, извини, но мне тебя не жалко. И то, что я не хотела с тобой сегодня обниматься, это, по крайней мере, честно. Меня зовут Вика. Со мной моя старшая сестра от плена. Я надеюсь, что на этом конкурсе я одержу победу над сестрой и над всеми остальными участниками. Мы пропонуємо вам виконати додаткове завдання. Прямо пошел. Нам нічого не залишається, як вручити вам фартухи. Мы настроились идти вместе. Конечно же, я рада, что этот проект случился в моей жизни. Моя адреналина не хватало. Я его получила. Доля, она покажет что-то конкретное, хочет или куда-то хочет нас послать. Ты что, издеваешься надо мной? Вика! Получила ляша? Мы с ней достойно шли вдвоем. А-а-а, посылай Лика, готовься! Когда мы с Леной вдвоем, мы слишком яркие. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала! Моя мечта в шоу была, конечно же, победа. Нет, шик, шикарно, шикарно. На балкон! Но цель – я хотела быть той ступенькой, на которую станет Лена и поднимется выше. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова